Веру, мама, без тебя. Нам плохо. Вы ходите, как жаробасы какие-то. Ну, хватит уже из такого ругать. Ну, Игорь, успокойся. Сейчас успокоимся, потом беспокойство будет одно. Ну, не столько же, Игорь. Походу, сколько? Это вы, так что, и детям отнеслись, и нет, Верующих. Беспокойся, не беспокойся. Ну, почему? Так вы иди сюда сидите, не переживай. Ты больная. Залезла туда и хлопает на него, глядя, глазами. Отверни глаза, да помолись. Правда, что? Прям уж невозможно на Игоря смотреть. Да Игоря не было бы, может быть, и но все затянуло бы. Если б вас не было, вот это да тогда, вот это плохо было бы нам. Но у нас сейчас, Игнат Тихонович, есть вот наследники ваши. Да. Но это еще никто не понимает. Хоть одну книгу прочитал ты, хоть строчку из нее сам взял, прочитал. Какую? А я знаю, скажу тебе, почему. Почему? Потому что Станислав Юрьевич достает ее и читает. И говорит вам, почитайте. Вот почему. Сам ты никогда ее не открывал. Это в интернете я спрашиваю, показываю в Библии. Говорю, у вас есть такая? Есть. А где? А я уже знаю. Я говорю, за стенкой бабушка живет. У ней, говорит, ни один, 250 человек ни один показать не может. Ну, где-то было, я не в этом месте. А мужик, что разделся-то? Да жарко. Почему разжарила-то вам всем? Вы показываете товар. Вот корм за червей. Да. А когда проповедуешь на улице и спросишь, у вас Библия есть? Есть. А вы ее читали? Конечно, читал. Все читали. Начинают спрашивать. Ну, а сколько в Библии книг? Чего? Они нас понятия не понимают. Какая первая? Какая последняя? Ни один вопрос не знаю. Никогда не ответите. Если отвечает, то есть только сектант. Но он всегда по-другому начинает раздевывать. Это знаешь, я когда был у старообрядцев, ну, подожди ты. А они там так, что вот я знаю, это от сатаны. Библии баптисты и сатаны, больше никто не знает. Ну, я знаю. А когда я стал приводить святых отцов, они никогда не думали, что из святых отцов сатана дает знать. То есть у них заранее установка, ну, сибирские. А когда я каноны коснулся, цитировал сначала. Быстренько, Лена, быстренько. Сними обморок. Вот сатана, как про них даже и каноны у них не знают. Игнатий, вы поразили весь мир, не только про старообрядцев. Они вообще опрокинулись, что жития знает сатана. Как у баптистов эти, у православных, мы сектанты. А раз сектанты, у них кухучат, так как. У сектантов икон нету. Она говорит, я у них помою, но это не ради вас. А там нет, помоют, куда-то приехали. Что ты туда не положил, подменяю кладешь? Икон нет. Зачем? Ну икон есть. Нет, это сектанты. Зачем ты сектантами назвал-то? Иконы-то есть. Чего адвокаты? Ну, ваши не было вообще, а как же не было? Вы или? За сушухой. От священника остался. Ты зачем говорил это? Сурса, Икон... Сразу и натихно, чем нужно им кушать. А чтоб к вам не ходили. И ты знал, что икон есть, конечно. Божью-Матерь не почитать. Я говорю, а ты знал, что почитают? Конечно. Зачем же ты говорил, чтоб к вам не ходили? Ну вот его посадили. И намотали ему там, будь здоров. А я ему в тюрьму переносил там, что мог. А этого священника, это он мне говорил сам лично. Сурса началась туда ходить, к нам все как надо. А я за него ходатайствую, пошел мне в парк. Они его посадили. Будто бы купили дом. А он его продал на жену и как-то занимался маркетарством. Продажей мяса. А потом организовал особую ковать железо. Красный дракон называется у него. Красный дракон. Красный дракон. Вообще. Назвать же так. Он такой, он не зловредный мужик. Нет, нет, не зловредный. И вот когда Свет, Световича там узнал, и меня в тюрьме с ним слил. Вызвал на свидание. Ну я с ним начал говорить, ну ты подпиши, отдай. Дом-то не твой, чтобы... Тогда и паркет попятится назад-то. Он согласился. Я только вышел, он Светович говорит, ну и как я могу отдать, когда это мое... Теперь-то на него переведено. А потом статья появилась. Ну уж если в зубу попало, по-пам, то назад не вырвешь. Вот и все. А сейчас он нигде нет, я не знаю, куда... В зубы по-пам, попало? Куда залился. А чест Владимир Суртаев. Вот тут, где я сижу, вот здесь, гляди, вот на этом месте. Вот тут он просидел у нас почти 4 года. И мы думали, он будет священником у нас. Вот тут сидел он. И потом ушел. Ну, священник все-таки. Он уже там не... А он сейчас на Калинина. Между... Где выезжаешь из подмостка и до этого, когда проезжаешь... Ты сядь так на первую скамейку. Сядь, пожалуйста. Ты уже один раз попал, Санат. Я прошу, сядь сюда, выйди. Выйди, сядь сюда. Сходи, сходи в туалет, а потом придешь сюда, сядешь. Опять начнешь просеться, опять Саша Муха за тебя заступать с собой. Иди с Богом. Ну, не машина меня рукой-то. Не надо сюда. Сядь, чтобы легко выйти, можно на кромочку, сядь там. Вот и все. И рукой не можешь, чтобы не брохать. Да ладно тебе. Ну, что ты на весь мир отпускаешь? Володенька, а ты мне там машину не подключил? Я тебя забыл спросить. А что я тут сходу даю? Пускай Ваня посмотрит. Подключи мне, пожалуйста, машину. А ну-ка, я пройду туда. Ну-ка, зажги свет. Кто же тут у нас есть-то, а? Никого. Да никого-то нету. А вы загуляли, а вы ехали? Да. Ну, все, заходи. Я проверить, как тут что у нас делается. В России. Ну, и тут как будто бы все так. Ох, сколько у нас добра. Это меня после, когда я освободился, и тут с мэром города, вот он. Баварий Владимир Николаевич. Вот мы ударили по рукам, а вот мы поцеловались с ним. Ну, это Смутский. Рядом стоит главный по имуществу в Барнаульском. И вот написали, как это не я делал. Какой заголовок-то. И я воношли. Это все фотографии. Иначе, 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 ключ надо. Игорь Думнов у вас. Ключ надо. Какой? Игорь Думнов попросил подключить, чтобы в нем машину разогреть. Электрический провод. Ну, так ты, кто будет делать это? Я буду делать. А Ваня будет снимать пока. Начнет. Ну, на. Да ты включил? Нет, еще нет. Так, это перед занятиями у нас. Ваня, вылазь оттуда. Не урони только. Держи крепче двумя руками. Ладно, убираю.